Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Guardians Room, и мы с вами продолжаем. Я уже шуршу бумажками, потому что нам понадобятся бумажки, карандаши, записи и так далее и тому подобное. Итак, на чем мы с вами остановились в прошлой серии? Да, игра каждый раз, когда из нее выходишь, начинается на локации, в которую заходим. Значит так, смотри, что нам нужно. Нам нужно больше шаров. Нам нужно больше шаров, потому что у нас есть бильярдная комната, и нам еще нужно найти три шара. Вот, в принципе, я могу предположить, что это где-то здесь находится, но это мы пока открыть не можем. Здесь у нас кнопочки, которые мы должны активировать, прежде чем... А, так это дверь, между прочим, да? Это у нас дверь с почтовым ящиком. То есть мы должны здесь... А почему она так трясется? Вот, кстати, она... Смотри-ка. А-а-а! Тут у нас есть листочек. У нас еще листочек со схемы. А, это тайное послание. Так вот, это у нас дверь, и ключа здесь нету. То есть, чтобы выйти, очевидно, из этой комнаты, это последнее. Мы должны активировать три кнопочки. Синяя, красная и зеленая. Здесь красная и зеленая. И эти кнопочки у нас вот где. Здесь у нас красная. Мы должны решить бильярд. Синяя кнопочка у нас вот здесь, на этом столе. Тоже пока непонятно, что с ним делать. А зеленая у нас здесь. Здесь нам не хватает бутылки джина. Джина. Ну, не джина, а... У нас треугольная. У нас круглая. У нас восьмиугольная. И судя... Да, видите, и судя по этой дубине, которая здесь, нам нужно что-то четырехугольное. Кстати, 4308, может быть, это номер телефона. Нам, кстати, надо позвонить, но это вряд ли. 4... Сколько там было? 08, да? Нет, это не то. Номер телефона у нас есть. Он у нас написан здесь. Ну, как написан? Его надо разгадать. И дарт здесь ни при чем. 2, 5, 1, 3. Мы уже пробовали набирать. Это не то. Сумма из всех цифр. 1, 2, 3, 4, 5. Смотри, как здесь у нас идет. Может быть, мы должны какую-то... Ну, для этой игры это было бы слишком умно, наверное, какую-то прогрессию. Хорошо, предположим, 1, 2, 3, 4, 5. Что мы теряем, в конце концов? Предположим, это будет 6 предпоследнее. Так, что у нас здесь? 8, 5, 3, 2, 1. Идет на уменьшение. 8, 5, 3, 3, 3, минус 2, 1. 0, что ли? Нет, подожди. 8, минус 5. Это будет... 3. 3, минус 2, будет 1. Ну, похоже, что да. 1, минус 0, будет 1. 0, что ли? Так, ладно, я себе на всякий случай запишу 0, но это странно. Так, что у нас здесь? 1, 4, 3, 6, 5. 1, 4. 4, минус 1, предположим, 3. 6, минус 3, 3. Нет, это не та, это не та прогрессия. Так, хорошо, что здесь у нас может быть? 3, 1, 4, 1, 5. 3, плюс 1, 4, 4, плюс 1, 5. 1, плюс 5, 6, что ли? Так, ну-ка, подожди, смотри, 3, предположим, плюс 1. Это будет 4. 4, плюс 1, 5. 5, и 1, плюс 5, 6. Так, что ли? Ну, так, предположим, опять 6. 66. Так, что здесь у нас? 1, 4, 3, 6, 5. 3, 4, минус 1, предположим, 3. 6, нет, это нет, не подходит. 5, 6, 3. Непонятно. Так, а здесь, если... 5, плюс 3, 8. 2, плюс 1, 3. Предположим... Так, подожди, что я сейчас думала? Где-то у меня мелькнула светлая мысль. 5, плюс 3, 8. Так, предположим. 1, плюс 2, 3. Сколько-то? Плюс 1, 2, 1. А здесь 1. Ну, предположим... Так, а здесь? Так, 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 где же, где же тут собака-то порылась? Ну, если только минус 4, минус 1, 3. Или 4, минус 3, 1. 6, минус 5, нет, это не минусы, разделить, нет. Не умножить, не прибавить. Какая же тут у нас зависимость? Так не хочется думать. Так не хочется думать. А если 6, минус 5, это 1, предположим. 4, нет, не-не-не-не-не-не, здесь что-то... 1, 4, 4, 3, 6, 5. Так, друзья мои, буду сейчас думать на паузе, наверное. Ну, запись вообще-то не выключу, но просто буду молча. Сейчас я себе еще на бумажку выпишу и подумаю, какая тут, может быть... Может быть, мы все что-то умножаем? Не, умножать тут никак. Это слишком большие числа будут. 3... Сейчас, давай подберем... Давай подберем... Так, 1, сколько-то? 6, 6, предположим. Не хочу думать. 1, сколько-то? 6, 6. Вообще, в принципе, если это правильно. Может быть, что-то вообще другое. 1, предположим. 2, 6, 6, 6. Нет. 1, 3, 6, 6. Нет. 1, 4, 6, 6. В конце концов, не так много нам перебирать. 1, 5, 6, 6. 1, 6, 6, 6. 1, 7, 6, 6. 1, 8, 6, 6. 196 нет осталось только 1066 и 1166 11 нет это все неправильно значит что-то я там вообще что-то я тут вообще не то надумала но то что вот здесь вот 6 это сто процентов 1 2 3 4 5 6 сюда ну смотри 4 плюс 13 предположим до 6 плюс 3 но не 5 же нет подожди 4 плюс 13 окей вот она так мы берем вот эту 6 плюс 3 но это 9 должно быть нет да и здесь наверно тоже хотя нет здесь единица правильно мне кажется не знаю в общем 1 и 6 эти у нас вроде как правильные а вот здесь вот 314 давай-ка еще раз подумаем может быть как-то вот от этих выделенных именно цифр надо отталкиваться ну напрашивается что 3 плюс 1 4 4 плюс 1 5 а 3 плюс 1 4 4 4 плюс 1 5 5 плюс 1 у 6 314 ну 6 до 66 короче ладно чё ты я за за то самое зациклилась на этом давай смотреть что еще может на что-нибудь растения любят музыку может они поэтому на пианино есть у нас еще а у нас пианино все так смотри давай еще смотреть у нас тут еще коробочка и на нее как бы ничего я не нашла никаких схема какая-то может быть где-то нарисовано должна быть слушай так это опять у нас эти загадка с залипающими кнопками ох ёлки как это неприятно такие очень загадки которые собираются перебором 1 2 через одну что ли 1 2 3 нет 1 2 3 ага 2 3 4 так теперь какая центральная это 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 ура мы подобрали так что у нас тут желто-белый бильярдный шар а это желтая полоска а ну-ка давай посмотрим где у нас он был так здесь это не нарисовано где у нас еще были рисунки вот он синий зеленый и фиолетовый синий зеленый и фиолетовый в том углу вот здесь вот так отличненько еще один шарик мы добыли так теперь у нас что еще осталось у нас остался вот это вот загадка я абсолютно а кстати подожди листики листики тайное послание давай же почитаем скорее в гарденовом обществе 4 разных ранга это посвященные представители наставники мастера существуют разные требования для получения было более высокого ранга естественно все они требуют в качестве последнего шага прохождения теста гарденова комната если ты успешно пройдешь испытания моем особняке ты станешь посвященным после этого с тобой свяжется наставник ухты этот человек расскажет себе правила гарденова общество сожалею что я не могу стать твоим наставником причина по которой я мог я не могу тебе помочь очень просто скоро начну заключительный экзамен название мастер это будет слишком сложная гарденовая комната и есть шанс что я не выживу ничего себе другие ранее умирали и я не совсем уверен вот почему я написал что меня считают мертвым именно поэтому ты сможешь получить мое наследство кроме того это также объясняет почему я не могу стать своим наставником однако на самом деле это хорошо для тебя потому что у меня есть враги в гарденовом обществе и они не смогут легко тебя найти да но только ты сам станешь членом этого общества дядя где логика вообще у тебя ты даешь если мне удастся пройти испытание я стану мастером я не заберу твою награду обещаю я не обману тебя я знаю что звание мастер даст мне достаточно денег чтобы жить очень комфортно не знаю кто будет твоим наставником я не могу это контролировать я советую тебе строй сохранять осторожность потому что гардиановское общество никогда не делает невыгодных для себя сделок а вообще выгода от всех этих игрищ их или что или они себе забирают это наследство но это как-то странно давать деньги чтоб потом их забирать 1 так а это лабиринт у нас до большой кусочек бумаги со странной схемы в виде лабиринта а это мы находили знаешь где вот здесь вот я думала что она к этому но она вроде как не к этому здесь нету знаков а кстати а знаки у нас знаете где были вот у нас знаки кстати они такие же как на бумажке так кружочек ромашка виллы и цифра 4 такие да такие же так слушай а если здесь у нас что с н е н в это я так понимаю сторону света до север-юг запад и до восток ну-ка давай ка станем носом на север возьмем бумажку и посмотрим это же стал бы да так ромашка давай ка мы встанем так чтоб у нас была ромашка перед носом вот так как на листочке да а нет ну это то я куда ты поперся наверху то я эту не могу крутить да сми это прямо это сам дежавю по поводу силогизма когда мы там бегали с этими пиратскими картами слышно может быть если предположить что это север что это просто как выйти из этого лабиринта смотри мы идем на запад то есть west в уметь ввиду w в потом с е е с в с е е с предположим в с а ну так тут так и стоит так а виллу тогда виллы значит н в с в н так значит еще раз н в с н в с он так он опять так стоит в и н н в с в и н в н так и стоит так они все так стоят что у нас с этим я по моему только вот этот столб крутила так этот у нас в эту сторону так е е н в н е е м а нет этот по-другому и в и е н в н и вот эта штука а так н в в с с н в в с с н в с о козель это что такое дырка подкова может быть она будет моим талисманом весна тут а так это кусок пола и горка зла так кстати 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 нам там не хватало как раз для равновесия да а подожди для равновесия теперь сколько козел занимает по клеточкам он за он занимает три клеточки грубо говоря до 1 2 3 его надо тогда как-то ставить посередине это очень странно честно говоря смотри все эти фида отстань фигурки они ну как сказать стоят по клеткам поэтому чтобы он стоял посреди клеток наверно нет давай так в угол поставим я просто уверен что мне стоит положить сюда фигурки то что ты говоришь он уверен стал так где искать бутылку бутылку искать мне кажется это вот смотри то что нам тут пишут закажи еду вот а слушай вот эту бутылку и и слушай надо искать бутылку короче я знаете что сейчас вот здесь вот тоже очень странная до схема я наверное пробегусь еще посмотрю может где-то что-то я не не нашла потому что бутылки явно не хватает нам для решения наших загадок но здесь был шар здесь эти самые кубки так что салфеты о ой подожди а что это а шарик слушай такая они двигаются нет только это двигалась блин вот случайно ткнула так хорошо шарик такой шарик зеленая зелено-белый да зеленая полоска давай посмотрим где он был зеленая полоска здесь у нас были зарисовки это была третья зарисовка пильярдных шаров так он между красный и синий между красный и синий вы сюда нам остался всего один шарик остался один шарик нам остался один шарик да надо звонить надо звонить надо как-то решать слушай а здесь мы все забрали здесь что-то было вообще нет здесь ничего не было здесь мы вроде как все забрали вы подожди мне кажется что вот там подожди встань в центр посмотри картина там какая нет это цветы это не бильярдные шары может здесь что-то смотри тут какая-то вот доска такая немножко странная кольцо это не крутится дарт нас уже не вот здесь тоже это что-то это же что-то значит а вот где была схема шаров вот это же что-то кстати знаете какого шара там не хватает черного черный это должен быть ну это мне вообще непонятно что это вот но главное что мне непонятно это по какому номеру звонить может где-то еще какая-то подсказка есть может 4 цифра должно быть должно быть 4 цифра где-то я пропустила что-то где-нибудь написан я может быть написан телефон где угодно и где-то я пропустила что-то где-нибудь похоже я не выберусь я должен был это предвидеть до денежка даются непросто 4 цифра три карты три карты три карты слушай ну посмотри здесь бумажка еще вот так вот все разложено может быть надо посчитать количество фруктов 5 6 7 8 яблок я не смогу я не могу так точно на них посмотреть мне кажется это просто 1 2 3 4 5 6 7 8 тарелок может это здесь скрыта подсказка в картине нету здесь чисел вы не видите здесь чисел я не вижу нет надо конечно какую-то прогрессию составлять но я говорю если с этим и с этим мне понятно даже возможно с этим с этим я совершенно не знаю что делать центральным хоть куда-нибудь слезть в интернет смотри какие еще виды прогрессии бывают я не особо математик и вообще никакой математик я математик такой натянутая четверочка была в школе а кстати подожди так подожди мы что-то открыли из этих кнопочек то нет зеленая и красная да мне нужен шар бильярдный и я возьму подожди на должен же еще где-то быть бильярдный шар точно везде посмотрела точки батареи день без под занавеска на ковре валяется хоть одну то кнопку мы должны решить или все завязано на телефоне так обидно подушка где-нибудь снят черный бильярдный шар нам нужен черный бильярдный шар а у нас только записки а кстати ты посмотри это не нет исчезла да очевидно все завязано на телефоне у и как еще тут может быть 4 минус 3 1 6 минус 3 3 здесь этого нету 5 минус 6 1 но это такой подбор это даже никакая не прогрессия это просто подбор ладно друзья я на паузе буду думать чтобы не тянуть эфирное время так включила запись потому что мысль мелькнула но я еще ее до конца не довела она может выскочить из головы поэтому лучше ее записать смотри если мы делаем так блин мысль уже выскочила а ведь получалось а вот смотри 4 минус 1 это будет 3 3 минус 4 это будет минус 1 до черт черт а ведь была а ведь была мысль а ведь была мысль 4 минус 1 3 3 минус 4 минус 1 а ну да и плюс 4 это будет 3 или а я запуталась черт а так и все все как-то хорошо складывалось ладно давай дальше думать 6 3 5 насколько они различаются на 3 до а здесь на 1 до разница между ними так сейчас бумажечка значит вот единица разница между ней и четверка это троечка я ее зарисовываю в кружочек потом получается четверка разница между четверкой и следующей тройкой у нас единица чем с минусом вот откуда у меня взялась минус единица так теперь разница между тройкой и шестеркой это у нас тройка причем с плюсом а разница между шестеркой и пятеркой это тоже единица причем с минусом да ну да потому что идет на уменьшение получается 6 минус 1 5 3 плюс 3 6 4 минус 1 3 и 1 плюс 3 так и что мы где лампочка не вижу ничего что я понаписала где у нас тут закономерность у нас есть 2 минус единица и 2 и 2 плюс тройки а если отбросить знаки 8 восьмерка получается но причем без восьмерка подожди где-то должна быть какая-то все-таки прогрессия здесь заложено опять пришла на запись друзья потому что мне надо для себя я не знаю буду ли я выкладывать это на запись мне нужно мой ход мысли которая растекается записывать для себя самой так и подожди значит у нас 3 минус 1 3 минус 1 тогда соответственно после пяти между пятью и предположительной цифры у нас должно быть плюс 3 да то есть вот смотри у нас 1 между единицей четверка у нас тройка потом у нас идет минус 1 здесь здесь опять идет тройка да и вот честно свой листик смотрю здесь у нас идет минус один здесь опять должно быть плюс 3 до 5 6 7 8 тогда все равно получается 1 пусть будет 8 хорошо 1 8 6 6 6 проверим сильно сомневаюсь больно уж это странно было так один кстати один тоже еще под вопросом 8 6 6 у меня все под вопросом около нифига не работает кроме предыдущие на предыдущие предпоследние все под вопросом но здесь как бы понятно до 8 минус 5 3 3 минус 2 1 и минус 1 а 1 минус 1 будет 0 то есть здесь всяко должна быть единица нет единица правильно предположим 8 правильно так а что здесь может быть здесь что-то у меня не так 3 1 4 а как я вышла на шестерку тут я уже не помню так 3 минус 1 это будет 2 а я прибавляла 3 плюс 1 4 но 4 плюс 1 тогда должно быть 5 а здесь 1 а здесь а нас опять надо считать промежуточный значит так пишем опять вот я сейчас хорошо вышла столбик дописала вот тройка и единицы между тройкой единицы у нас предположим плюс 2 и до написали а между единицей и четверкой у нас минус 3 я почему плюс 2 минус 2 минус 2 3 единицы это минус 2 вот минус 2 теперь между единицей и четверка плюс 3 так между четверкой и единицы у нас минус 3 минус 3 а между единицей и пятеркой черта залезла залезла другие записи между единицей и единицы и пятерка у нас чтобы от единицы скатиться к пятерку надо добавить плюс 4 так какие значит у нас промежуточные получается минус 2 плюс 3 минус 3 плюс 4 может все-таки эти промежуточные надо складывать так плюс 3 на минус 3 так нет так и получится у меня шестерка тогда промежуточных он и мышь да нет а если брать отсюда 4 минус 1 это 3 3 плюс 1 4 1 плюс 5 ну да 6 вот так я и считала ну наверное все таки правильно тогда здесь 8 неправильно посмотри как интересно 3 4 5 1 1 1 предположим не знаю внутри 3 4 5 да все идет через единицу может здесь вообще никакая не прогрессия 3 4 5 туда здесь должна быть единица пошли попробуем чем и теряем что мы теряем в конце концов и итак 1866 это самая стабильная цифра 1 фигаси за слушай ну закажи еду о еда это что такое прямоугольном виски о ну уважили уважили прям бутылочка с виски это еда едой я правда не люблю виски кому-то это порадует кого-то это порадует наверно слушай ну так вот по поводу загадок так это и не загадка и было ни разу ни разу и загадка то не было значит это просто чисто так же как и здесь никакая не прогрессия но раз два три 4 5 6 а здесь просто смотришь что 3 4 5 иду идут через единицу здесь единица здесь 8 это надо обращать на числа которые идут между этими числами то есть сумма или не сумма то есть одна образует другую а здесь мы вышли просто вычитанием это такая такой на самом деле даже нет это мнение мне понравилась загадка это не загадка так но виски у нас идёт сюда так айся слушай а вот же еще надо он но у сколько у них у всех 6 и что и где их искать но предположим это 4 да нет это не получится потому что здесь восьмигранная бутылка я не могу опять поставить сюда во первых здесь нету 0 это же круглая бутылка а это восьмигранная это треугольная и если я могу еще четыре и три здесь выставить 0 кругляк же это 0 или это как одна грань считается но восемь тогда ду секунду и я просто вспомнила про эту картинку а это не то как я должна их выставить тут какое-то такое нагромождение или а какую-то опять прогрессию должна тут выстроить предположим это круглая бутылка роста а так господи подожди может быть это просто количество так сейчас секундочку кругляков у нас сколько раз два три 4 5 6 кругляков 6 кругляков треугольников у нас три треугольника 3 квадрата раз два три четыре квадрата 4 об восьмиугольника 2 попробуем потому что я больше ну как как вам сказать непонятно куда еще иначе это все куда это все так значит первое у нас что-то квадрат это 4 квадрат это 4 дальше это вроде как треугольник был до треугольника у нас три а так все равно получается по сторонам граней алинда поставь то круглую бутылку захотелся чего на бутылку за что-то так вот а хотя нет кругляков 6 и восьмиугольников 2 да нет с гранями это никак не связано ну это происходит по-моему вот и двери происходит что-то да да но нам надо еще решить бильярдный шар вот а где еще был один шар слушай а я не посмотрела нам то вместе с бутылкой шар то не дали нет нет ладно предположим это работает вот эта штука но шар я где-то проглядела где я могла его проглядеть я прям вот вам не скажу даже не знаю где я могла шарп все телефон не работает у меня нервировать теперь это самое так вот где я могла еще проглядеть шар в каких-нибудь вазочках запихнут дартс нет может где-нибудь здесь еще что-то вот потому что мне нужен шар смотри мы уже в принципе приблизились к этой вот загадочке да все чтобы ее открыть мне нужна красная кнопка красная кнопка это шар шар это черный шар может в каком чайнике он остался да блин да положи ты этот желтый то вот может он где-то на полу вообще черный шар найти такое себе это как кота в черной комнате ладно друзья не знаю что давайте я опять сможет на паузу потому что это я сейчас буду 250 распад а слушай а вот здесь нет никакого шара фотография дядюшки это единственное место куда мы подходили и вот я ничего не могла сделать с этими штуками там у тебя нигде нету шара это мы открыли да это единственное место где мы а вот это подожди что это что это что это что там я вижу я вижу дырку в этом леон я же вижу дырку в этой ножке нет что ли не то ладно ладно друзья я буду делать это за кадром за кадром буду пылесосить каждый квадратный метр этой комнаты в поисках этого чертового шара в общем-то генерального уборка до как не открывался вот увидимся с вами попозже я думаю что я его найду наверное все таки все таки я его должна найти так что попозже увидимся так ну что искала я искала нашла вот вот последний шар лежит в цветке так он тут как-то незаметно причем странно я я все я все горшки осмотрела а сюда я полезла уже в этот шкаф и увидела что туда лежит господи надо на все 180 180 180 на все 360 надо крутиться туда нас не пускают булочки так пойдем заказали мы себе уже еду привезли нам бутылку вискаря так неужели неужели мы откроем с вами да надо нажать это она сама нажалась сама нажалась так и еще фигурка и этот узел и и фигурка а так а подожди фигурка это мне а куда нас да закройся ой сеть я говорю уйди это мне сюда и оставить потому что смотри у неё там нарисовано север то есть олень смотрит на север сюда так поставить я должен посмотреть поближе смотри поближе да нет сюда нарисован то там а подожди где у тебя север в комнате вообще север комнате север там нет опять да уйди отсюда то есть север у нас здесь мне надо как-то этого оленя поставить чтоб он башкой сюда смотрел да а как я же не могу его крутить то есть и и и и это всё не так все не так фигурка оленя идет сюда нет подожди фигурка оленя идет в последний момент мне на него смотреть надо куда что идет так смотри самый маленький самый маленький идет на то есть неважно куда он башку и смотрит это имеется ввиду покрутить то стол шахматный значит на южной короче на самый край сюда идет самая маленькая самый маленький у нас кто заяц или козел зоны сюда вот этот нет козел не самый маленький туда заяц сама молит сюда идет заяц так теперь если вот это заяц то напротив него должен быть как раз на нет этот козел сюда так смотрим оленя по центру это леса так сама лень должен стоять здесь и так понимаю лань здесь да 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 сам не можно бутылки обратно забрать нужно работает я не знаю что там с них делают коктейль наверное так ну что смотри получается что все что ли у нас теперь прямая дорога к этой двери все горит и теперь у нас вопрос а что это о май гад а это что ну две я загнала а а или не обратно как блин обратно как куда они двигаются короче это в бог для синего да а это как а это куда короче это они все двигаются куда ему короче это двигается вверх то есть это еще раз это будут даются сюда это сюда я так понимаю а а это а это а это а это а есть что-нибудь что двигает себя наверх почему вот фиолетовая сейчас наверх никуда не двигается эти то понятно они уперлись в угол от это почему не двигаешься то есть фиолетовую нельзя заводить в угол так а Чёрт. все приплыли суши какая-то абсолютно абсолютно дебильная загадка вот сейчас бы им всем вот раз и два но этот то почему не двигается сейчас будет конъюнктивный диссонанс его и все а он вверх не двигается фиолетовое понимаешь от фиолетовое говно не двигается вверх черт бы тебя побрал и главное что обратных о какой дебилизм о это какая дурацкая загадка фу какая гадость у фу тьфу 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 конечно может не дебилизм но но и что что фиолетовое короче вот ему отсюда вообще уходить нельзя но чтобы сдвинуть красную все зеленый уже встрял чтобы сдвинуть красную мне надо юзать вот эту кнопку а подожди а если я сюда а вот сейчас я красную так вот тихо 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 эта кнопка что дело нет а что нам сейчас двигает зеленую нет ну все ну трындец зеленая то что двигает а ничего не двигает она уже все а друзья короче я наверно замолкаю вот поставлю эту запись на ускоренную потому что это будет долго и больно а вот и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Не может быть! Мы это сделали! О! Помещение для распития спиртных напитков с продуктовым подъемником. Мой дядя умел жить роскошно. К счастью, мне не пришлось играть на пианино. Я был ужасным пианистом. Однажды кто-то бросил в меня туфлю. А, так ты все-таки пробовал. После того, как я сказал им всем, что учился этому 10 лет, они больше не злились. Вместо этого они стали грустными. Зато я очень хорошо играю в дартс. Единственное, что я правил никогда не понимал. К счастью, это не было проблемой. Я думал поиграть с дядей, но потом вспомнил про его бильярдный стол. Он в нормальные игры не играет. Следующая комната была секретным кабинетом моего дяди. Я подумал, что это будет самое причудливое место в доме. И не ошибся. Я прошел в компактную, но впечатляющую дизайном комнату, из которой не было другого выхода, кроме двери. Пришло время для моего последнего испытания. Я видел птичью клетку с деревянным брызком внутри и металлическую статую собаки. Я знал, что это будет непросто. Я внутренне приготовился ко всему возможному, когда за мной закрылась дверь. Не страшно, но все же очень неприятно. Я решила, что первое, что я поменяю, когда я стану владельцем дома, это эти двери. Мы с вами продолжим. Портрет дяди. Ух ты! А, а вот и эти треугольники. Это, кстати, подкова. Подкова, которую мы собирали и которую нам не показывали. Так, смотри, тут одна выбоина. Они все одинаковые. Да, они все одинаковые. Эти штуки, Гордеева, узлы все одинаковые. Ммм. А вот и кабинетик. Дверь закрылась. Вот у нас что-то лежит. Палитра цветная, а картина черно-белая. А где статуя собаки? А, вон статуя собаки, клетка птицы. О, зеркало. Очень много всего интересного, друзья. И мы с вами продолжим в следующей серии изучать эту комнату. Ну, а всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего. И пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!